Глава Роскорпорации Роскосмос В советское время мифический королев отправил мифического Гагарина в мифический космос, а американцы это поддержали. И в ответ советские официальные лица и органы поддержали безумный полет американцев на мифическую Луну. Друг друга похлопали, бабосики полопали, а космический ВОЗ и ныне там. Газета Президент много писала об американской выдумке с Луной. Скептики корчились в конвульсиях, ведь их куцей внутренний мирок преломился, а мощные силы великой природы. Я уже не раз говорил, что космос это не то, что представляли себе ученые в 19 веке. Сегодня реальный космос это та самая черная дыра, в которой вещество разбирается на элементарные частицы. Гуманитарии меня вряд ли поймут, а технарям намекну. Реальное вещество может существовать только при высоком внешнем давлении. Если нет давления, нет вещества. В космосе, как известно, нет ни давления, ни вещества. Именно поэтому в космосе не может существовать никакой космический аппарат. Он просто очень быстро разлагается на элементарные частицы. Это главная причина, почему американцы, да и мы, не смогли полететь и не полетим к Луне. Есть и другие причины. В частности, высокая радиация в поясе Ваналина. О ней говорил даже сам президент России Владимир Путин. Меня зовут Анисимов Алексей, город Новосибирск. У меня такой вопрос. Как вы считаете, американцы высаживались на Луну? Думаю, да. Мне кажется, что фальсифицировать такое мероприятие невозможно. Кто первый полетит на Марс? Машина. Почему? Потому что все планируют полеты на Марс, но мало кто знает, что в сегодняшних условиях, в сегодняшних космических кораблях, в кораблях живая клетка вряд ли долетит. Просто живая клетка в таком жестком космосе, в дальнем, она не защищена космическим кораблем. Наверное, все меняется, и, наверное, такие возможности появятся, но есть проблема пока. Поэтому пока, наверное, будет все-таки исследование проводиться с помощью техники. Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса. И лунная программа, и затем исследование Марса. Первое, это совсем скоро, в 19-м году, мы собираемся запустить в сторону Марса миссию. Новое продолжение исследования Луны, не как Советский Союз, наши специалисты постараются сделать высадки на полюса. Есть и другие технические проблемы. Американцы до сих пор не смогли создать двигатель для межконтинентальных ракет. Они до сих пор не произвели ни одного пуска таких ракет. Куда им мечтать о космосе? В России тоже не все гладко. Космос осваивает филолог Рогозин. При всем уважении к филологии, правильным произношением никому не нужных иностранных слов и качественным переводом литературных текстов техническую проблему не решить. Вот и по словам самого главы Роскосмоса. Сейчас ни одна страна мира не сможет реализовать лунную программу. Он добавляет в одиночку. Но и всем скопом страны этой проблемы не решат. Сами подумайте, какие плюсы от того, если к русскому интеллекту добавить пустые головы 6 миллиардов разнообразных папуасов. Мысли новые не появятся, да и старые смогут затеряться в увеличившемся, пустом, толерантном пространстве. Рогозин рассчитывает на сотрудничество с США в изучении естественного спутника Земли. А зря. Они уже в тот раз слетали и в этот раз также слетают на студии, в кино. Полет американцев на Луну – грандиозная ложь. На самом деле, американские астронавты на Луне никогда не высаживались. Такое сенсационное заявление сделал советник президента США по науке Дэвид Геллентер в интервью американскому научному изданию Science Today. Американский ученый, в частности, заявил. Как мы можем организовать миссию к Марсу американской команды к середине 2030-х, если не были даже на Луне? Американцы – балласт. Они во все века потрошили индейцев. И теперь думают, что это стало искусством, которое самопроизвольно трансформировалось в лунный успех. Я бы очень хотел помечтать, мол, вот наши прилетят на Луну, а там местные индейцы выбегут, камнями в нас начнут швыряться, как в прошлый раз в американцев. А мы позовем группу ковбоев, они быстро порядок наведут на спутнике Земли. Через пяток лет станет известно, что Луна – это визуальный объект, на который летать в принципе невозможно. Сегодняшние скептики будут скурить в кулачок, а филологи к тому времени попилить российские бюджеты, отняв их у пенсионеров. А пока шоу «Мазгоон», как пели нетрадиционные аналитики, ранее в космической корпорации рассказали, что вскоре появится новая государственная программа по освоению Луны. В ней распишут задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к спутнику Земли в 20-х годах. В планах также создание нового корабля и решение проблемы радиационной безопасности. По словам генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, первая высадка российских космонавтов на Луне состоится не раньше 2030 года. Ну и наконец, американская сказка на ночь. В американском царстве, в американском государстве все сбывалось, чего только не пожелают. Как-то раз увидели американцы, как барон Мюнхгаузен верхом на пушечном ядре на Луну слетал. Захотели и они, пожелали они. И вот уже первый американец высадился на Луне в 1969 году. А всего на ней побывало 12 американских астронавтов. После этого желания кончились. И все все забыли. Книжки про Мюнхгаузена потеряли. И смотрят на Луну, ничего не понимают. Но вот в далекой России появился филолог Рогозин. Он сказку эту знал наизусть. Атмосфера над нашей планетой имеет форму фужера. Высота его ножки 100 километров. Сам бокал, начиная с высоты 200 километров, начинает быстро расширяться. В этом бокале и находится МКС. Типа летает или плавает. А мы с вами живем под куполом, образованным основанием ножки этого небесного фужера. Высота этого купола всего 12 километров. В куполе обустроено одно отверстие. Через него, по трубе, идущей внутри ножки, ракеты проникают в ту широкую часть, где плавает МКС. Фантастика? Хотелось бы так думать. Но не спешите с выводами. Пару лет назад я взял из школьной программы уравнение состояния идеального газа и принялся считать. И у меня получился очень странный результат. Итак, космонавты упорно не хотят нам давать ни фотографии, ни видео нашей планеты. Значит, есть что скрывать. Ну что ж, пускай. Мы сами посчитаем. Заодно проверим и себя, и космонавтов. Прежде всего отметим, какие исходные данные мы можем взять для проведения своих расчетов. В электронных энциклопедиях, в статьях с заголовками типа «Атмосфера Земли» встречается такая картинка. На ней приведено несколько графиков. По левой вертикальной оси – высота над поверхностью Земли. По правой вертикальной оси – давление по мере роста высоты. Горизонтальная ось – это, собственно, поверхность Земли. А вот самая интересная линия – вертикальная, зигзагообразная кривая – это график температуры по разным высотам над поверхностью Земли. В своей книге «Метафизика климата Земли», вышедшей в свет пару лет назад, я впервые обратил на этот зигзаг внимание общественности и провел оценочные расчеты. Напомню, эта книга стала бестселлером, и за нее я был удостоен медали имени Михаила Ломоносова. Итак, у нас есть график атмосферы Земли. Будем считать, что данные, представленные на нем, достоверные. Для расчетов берем объединенный газовый закон. P на V, деленное на T, равно константа. P – давление, V – объем, T – температура. Константа – какая-то постоянная величина. Из этого уравнения на графике атмосферы приведены данные о давлении и о температуре. По полученным точкам строим фигуру, которая отображает форму атмосферы нашей Земли. Получается вот такая рюмка, или фужер. Он состоит из очень тонкой ножки и очень широкого раструба, который начинается с высоты 200 километров. Мы обитаем во внутренней части этого столба, а его границы служат нам непроходимыми барьерами, за которые мы ни при каких условиях не можем выйти. Физики давно уже вышли за пределы сферического представления. Только сами еще это не осознают. Вот, например, как географически выглядит видимый космос. Мы наблюдаем тот же самый рупор, фужер. А вот иллюстрации развития Вселенной. Мы снова видим тот же рупор, или фужер. Но наиболее близко, по своей форме, атмосфера Земли соотносится с обычным вихрем. Это, в общем-то, и правильно. Ведь рабочее тело и в атмосфере, и в вихре одно и то же. Воздух. Вот такую фигуру неба нам дали цифры расчетов, полученных из официальных классических параметров атмосферы Земли.